Если хотите увидеть Карелию, путешествуйте на байдарке, на велосипеде или пешком. В крайнем случае на автомобиле. Иначе не успеете увидеть самого главного. Настоящая Карелия – это девственный лес и прозрачное озеро. Белая ночь и рыбалка, черника и белые грибы. Два года работал в республике международный проект «Экоэффективный туризм». Красивых мест в Карелии много, но немало и проблем. Берега рек и озер завалены мусором, отсутствует придорожная инфраструктура. Специалисты из Карелии и Финляндии вместе решали, как сделать республику привлекательнее для туристов. Европейский опыт устойчивого туризма обсуждали на встречах и семинарах. На основе научных исследований разработан целый комплекс рекомендаций по внедрению экоэффективных технологий. Самая наглядная часть проекта – несколько площадок вдоль Голубой дороги, в Приладожье и на Семозерье. Голубая дорога – древний торговый путь от Онежского озера через Финляндию и Швецию в Норвегию на побережье Атлантики. Сегодня это туристический маршрут. Калатселька. Деревня на пути между Петрозаводском и Вяртселя на финской границе. Международный проект «Экоэффективный туризм» построил и доставил в Калатсельгу современный многоместный биотуалет. Эссейло – песчаный пляж на берегу Сямозера. Дикие туристы каждый год оставляли здесь кучи мусора. Теперь на берегу можно цивилизованно разжечь костер и устроить пикник. Природный парк «Русский Алла». Скоро здесь откроется современный кемпинг. В рамках проекта открыты для туристов гриль-домики. Ими можно пользоваться бесплатно. Карелия – нетронутая природа национальных парков, турбазы на берегах озер. Здесь вам истопят баньку по-черному, накормят калитками и копченой рыбой. Сосны, скалы, волны – все настоящее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова